Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот в это наше сейчас такое скорбное время, после этого вчерашнего ужасающего таракта, совершенно бессмысленного, беспардонного, жестокого, желание моего сердца прочесть вам небольшую беседу митрополита Антония Сурушского. Чтобы мы не боялись жить, не боялись умереть. Он говорит о словах Его Отца, которые Ему Он сказал, Отец, когда сам Антоний был еще подростком. «Для тебя должно быть неважно жить и умереть. Важно то, ради чего ты живешь и ради чего готов умереть». Для меня Его слова стали девизом, образом жизни. И этот образ жизни я мог бы определить не как жизнь с надеждой, но как жизнь с дерзовением, со всей убежденностью. «Я родился перед Первой мировой войной», – говорит митрополит Антоний. «Мне пришлось пережить Русскую революцию, потом голодные бесприютные годы, а потом еще пять лет войны, и я знаю, что можно жить дерзовенно, а можно трусливо бежать от жизни». Когда человек живет как трус, убегая от всего, что представляло опасность и риск, то ради чего? Просто чтобы удовлетворить свои сиюминутные желания. Это было бы совсем мелко для любого из нас. Люди, что боятся дерзновения, этому надо учиться, учиться жизни. И только через дерзновение можно почувствовать, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Только так можно ощутить всю силу и насыщенность жизни. Но все же ради чего стоит жить и ради чего стоит умереть? Давайте рассмотрим несколько вариантов. Первый, самый очевидный – жить и быть готовым положить свою жизнь ради тех, кого искренне любишь. Но что значит любить кого-то? Любить значит придавать другому человеку больше значения, чем себе. Его жизнь, счастье, все, что его касается, должно значить больше, чем ты сам. Однако для этого требуется большое дерзновение. Иногда приходится долго приучать себя преодолевать страх и леность, праздность и многое другое. Итак, это первое – жить ради любви, ради которой стремиться служить, творить добро, защищать любимых и помогать им. Вместе мы созидаем или разрушаем град человеческий, в котором мы живем. Мы созидаем его, если стремимся быть камнями, которые пригодны для строительства. Созидать что-либо убогое, что-либо бесполезное, не стоящее труда, недостаточно. Град человеческий, который я хочу помочь построить, должен быть таким же, как град Божий, который хочет построить Бог. Первым жителем этого города должен быть Господь наш Иисус Христос, сам Бог, который вычеловечился, чтобы стать для нас примером, идеалом. При мысли о том, что Бог создал этот мир, не спрашивая меня, хочу ли я в нем жить, может родиться внутренний протест и вопрос, почему? Меня никто не спрашивал, а я теперь должен терпеть все последствия того, что Бог создал этот мир. Но он дал мне свободу, свободу выбора между ним и дьяволом, между жизнью и смертью. Между созиданием и разрушением. Одно оправдывает Бога в моих глазах. Бог вычеловечился во Христе. Он принял из себя все последствия того, что сотворил нас и дал нам свободу. И все последствия того, как мы распорядились этой свободой. Всего уросту мира, в котором мы живем, война, жестокость, концлагеря, всю немощь и боль, ненависть и все остальное. Бога, который готов на это, можно уважать, даже если пока не получается любить Его в истинном смысле этого слова. И за таким Богом, да, я могу попытаться последовать. Когда Он говорит, я подаю вам пример, следуйте Ему, я могу ответить, да, это пример, я постараюсь Ему последовать. И далее, митрополит рассказывает об истории одного князя в средние века на Руси, у которого было двое сыновей, одному 12, другому 9 лет. И он осаждал один языческий город и был уверен в своей победе, но хотел примирения и послал для переговоров. Этот языческий военачальник сказал, что да, он готов, но чтобы быть уверенным, что князь русский не воспользуется и не убьет их, пусть он им даст своего сына, как бы заложники. И князь очень смутился и ходил всю ночь туда и сюда по своему небольшому шалашу. Младший из мальчиков Михаил проснулся, посмотрел на отца, окликнул его и стал расспрашивать о причине его тревоги, а потом сел на своем ложе и сказал, «Отец, ну и ты рассказывал мне, что Бог-отец послал сына своего единородного в мир, чтобы он там жил и умер ради примирения с врагами. Если ты пошлешь меня, ты поступишь так же, как Бог-отец, а я сделаю то, что сделал Господь Иисус Христос». Девятилетний мальчик, моложе, чем многие слушатели митрополита, имел дерзновение произнести такие слова. На следующее утро на восходе солнца он вышел из темного леса по направлению маленькой крепости, где были язычники. Девятилетний мальчик радостно шагал навстречу своей судьбе. На стенах крепости и в лесу повесло тяжкое молчание. Все смотрели на него и думали, что-то сейчас будет. И был один человек, стоявший на стене крепости, который не почувствовал жалости, который не тронул вид мальчика. Просвистела стрела, и Михаил упал на землю замертво. Тут все, кто видел красоту мальчика, отдавшего себя в жертву ради мира, побежали из леса, из крепости, забыв о своей вражде, чтобы посмотреть, что случилось с ребенком. Он был при смерти, он был мертв. Но люди повернулись друг к другу и поняли, что больше не могут быть врагами. Смерть мальчика их примирила. Мне хотелось бы, чтобы вы поразмыслили над этими словами. Спросите себя, готовы ли жить не просто в надежде на то, что с вами произойдет что-то хорошее, но жить дерзновенно, быть готовым сделать для других все, что только можно сделать, даже если это будет стоить вам спокойствия, здоровья и жизни. Через это прошли тысячи людей. Я видел это на войне, видел как врач, и я уже 40 лет наблюдаю за этим как священник. Живите дерзновенно, и вы будете достойны существования, которое вам дал Бог, и доверия, которое питают к вам ваши родители, друзья и все остальные. Аминь.